Аудиотренинг из-за чего люди подвергаются уличному нападению. Узнай, как предотвратить уличный конфликт и остаться победителем в любой ситуации. Ссылка в описании под видео. Какие удары на улице эффективны? Мне всегда нравились ребята, которые усердно тренируют вертушку или удар-торнадо, но при этом не имеют даже понятия, как бить самый элементарный и надежный правый прямой. На вопрос, зачем тебе вертушка, такой боец уверенно отвечает, чтобы на улице вырубить быдлоту. Больше у меня вопросов к нему нет. Такого спецназовца научит только жизнь. Когда он попытается сделать вертушку и подскользнется, а его оприходуют носками в ботинках. Но, конечно, этого бы не хотелось. Мне важно, чтобы ты понимал, на улице не нужна красота и понты. Это вопрос жизни и смерти. Если ты умеешь делать удар ногой с прокрутом на 540 градусов и сальто через себя, забудь об этом на улице. Забудь о всех стилях журавля и тайных искусствах удара в прыжке. Ничего из этого не получится. Когда ты столкнешься лицом к лицу с реальной угрозой, твой мозг вырубится напрочь, а тело станет ватным. Поэтому ни о каких прыжках и раскрутках речи быть не может. Не забывай про такой немаловажный факт, как погодные условия и рельеф земли. Представь, что дело обстоит зимой. На улице снег, лед, а ты делаешь свою раскрутку. Падаешь копчиком об лед, получаешь вывих запястья, и в итоге остаешься без денег, телефона, с кучей травм и следами от ботинок гопоты на лице. На улице нужно использовать только самые эффективные и надежные удары, которые ты сотни раз отработал на тренировках. Которые ты делаешь быстро, жестко и точно. Только так. К таким ударам относятся прямые и боковые удары кулаком. Также очень эффективно наносить удары локтями. Как и когда бить все эти удары, я показываю в своем видеокурсе Стрит Тай. Самооборона на улице в стиле Муай Тай. Который ты можешь скачать на моем сайте muaytai.sk.com Также в экстремальных и очень опасных для жизни ситуациях можно применять опасные и запрещенные удары. Такие как колено или ботинком в пах, носком в коленную чашечку, пальцами в глаза, схватить за ноздри, ударить кулаком или ребром ладони в кадык. Но еще раз повторюсь, что такие удары можно наносить только при реальной угрозе собственной жизни. Так как такими ударами можно покалечить или даже убить человека. Поэтому выбор остается всегда за тобой. Но ты должен отдавать себе полную ответственность в своих действиях. Продолжение следует...